Нидерланды и Австралия в пятницу впервые официально возложили ответственность на Россию за крушение малазийского Боинга под Донецком 4 года назад. Как говорится в заявлении голландского МИДа, такой вывод сделан на основании результатов международного расследования. Нидерланды и Австралия теперь убеждены, Россия ответственна за развертывание установки БУКС, который был сбит MH17. Напомню, что самолет, следовавший 17 июля 2014 года из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в небе над Донбассом. Все, находившиеся на борту, 298 человек погибли. Большинство из них были гражданами Нидерландов. В рамках расследования установлено, что Боинг был сбит ракетой самоходного зенитного комплекса БУКС территории подконтрольный сепаратистам. Принадлежал БУК, по данным международного следствия, российской 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска. Между тем, исследовательская группа «Беллинкэт» в рамках совместного расследования с «Инсайдер» пришла к еще более конкретному выводу. И в пятницу назвала имя россиянина, который может быть причастен к катастрофе. Вот что на запрос «Дойчей Велли» рассказал представитель «Беллинкэт». Группе расследователей удалось идентифицировать двух человек, одного с позывным «Дельфин» и другого с позывным «Орион». До этого мы уже идентифицировали «Дельфина», а сегодня мы назвали имя «Ориона». Им оказался высокопоставленный офицер-игру Олег Иванников. Нам пришлось собрать много информации, потому что тот, кто работает в спецслужбах, усиленно старается избегать того, чтобы фигурировать на видео, фото или в аудиозаписи. У нас был номер телефона, который опубликовало СБУ, наряду с голосом и аудиозаписью разговора об MH17. Мы попытались найти больше информации об этом человеке, нашли его домашний номер телефона и смогли поговорить с ним. То есть мы смогли идентифицировать его. В целом же далеко не один человек отвечает за то, что произошло. Есть целая цепочка. Иванников относится к высшему звену командования. Он был вовлечен в транспортировку пусковой установки из России в Украину и обратно. То есть он один из наиболее высокопоставленных официальных лиц из тех, кого нам удалось найти. То есть еще раз становится понятно, что Россия связана с крушением MH17. Итак, в этом году расследованием Billingade и Insider, подключенным к комиссии расследования из Голландии, было опубликовано новое имя участника, виновного в катастрофе Боинга MH17. Им оказался действующий генерал ГРУ Олег Владимирович Иванников, также известный как бывший министр обороны Южной Осетии Андрей Лаптев. Он руководил действиями российских войск на территорию Украины под позывным «Орион». Итак, 14 июля между Олегом Бугровым, заместителем обороны ЛНР, и неким Андреем Ивановичем из Москвы под позывным «Орион» состоялся телефонный разговор. Бугров докладывает о том, что украинские самолеты обстреливают позиции сепаратистов. «Орион» успокаивает его. «Это они мстят за самолеты, но уже пару дней осталось, у нас уже есть бук. Нахуй будем сбивать». Послушайте внимательно. Кстати, этого самого «Ориона» удалось опознать по необычно женскому голосу. «Отработал самолет по станице, промахнулся». «Отлично. Это они мстят за самолеты сегодня, но там еще пару дней осталось. У нас уже есть бук, нахуй будем сбивать». «Да, я знаю об этом». Да, слушай, блядь. «Алло, Николаевич, а куда нам эту красавицу загрузить, Николаевич?» «Которую? Эту?» «Да, да, что я привез, я уже в Донецке». «Эту, да, я о чем я думаю, да? М которая?» «Да, да, да, да». «Ой, БМ». «Бу». «Да, да, да, я понял. Так, 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 она на этом, на тягаче». «А да, она на этом, ее просто она будет где-то выгрузить, чтобы спрятать». «Она с экипажем?» «Да, с экипажем». «Не надо ее никуда прятать, она сейчас уйдет туда». «Ты понял?» «Осаныч, а куда мне дело в том, что с твоими пойдет еще моя этот? Букем пойдет, пришел на тралу. Он на тралле. Куда ее подогнать, чтобы поставить в колонну, а?» «Котанасаемо, за мотелем, туда. Не доезжай, не доезжай Горностаевской, вот туда». «Сразу за мотелем, да?» «Слушай меня внимательно только. Значит, сейчас за мотелевским кольцом, вот библиотекарем созвонишься, будет стоять, вот ты понял, что, да?» «Берешь туда только из тех, что вернулись, только сколько тебе надо на сопровождение, раз. Понял, да? Остальных оставляешь здесь. Вот, раз. Туда вы приходишь, там есть рядом Первомайская, посмотри по карте. «Я понял». «Где-то в том районе располагаешься, вот, вытягиваешь туда своих же, вытягиваешь, что у тебя осталось, и твоя задача резерв плюс охрана вот этой штучки, которую ты сейчас поведешь. Понял?» «Я понял». «Гюрза туда же подтянется. Давай, если что, я на связи. Понял?» «Пора спросить». «Да, да. Ну, они из Зеленополя пытаются вырваться, а они проходят только через меня, понимаешь? Так что, блядь, сейчас уже вчера две сушки сбили, сегодня вторую, блядь. Слава Богу, сегодня хоть с утра в Букэм пришел, вот, полегче стало, блядь. Ну, так, конечно, тяжеловато. «Я не могу сказать, здесь что-то нужно от меня звонить, сразу подъеду». «Да нет, спасибо, спасибо, брат. Ну, часа через два я сюда собираюсь, вроде зайтишь, я сейчас наступила. Часа через два я в Донецк, потому что мне надо туда еще три гвоздики пришло. Буду гвоздики тянуть туда, блядь, потому что совсем что-то нам тяжеловато тут сейчас, блядь. «Слушай, ну, может, градом их накрыть, а?» «Да, дело в том, что у нас град есть, нет корректировщика, блядь, раз. И второе, блядь, вот, сейчас ждем, блядь, вроде Россия должна с той стороны ебануть по их позициям». Итак, из разговоров, зафиксированных Беллинкейт, понятно, что утром 17 июля машина зенитно-ракетного комплекса «Бук» под номером 332, принадлежащая 53-й зенитно-ракетной бригаде, базирующейся в Курске, пересекла украинскую границу и оказалась на территории сепаратистов. 16-20 выстрелом из этого «Бука» с поля, расположенного к югу от населенного пункта «Снежная», на этот момент территории подконтрольной сепаратистами, был сбит пассажирский «Боинг МХ-17», погибли 298 человек. Сепаратисты радостно отсчитались о сбитом в военно-транспортном украинском самолете, приняв «Боинг» за украинский самолет. Поняли они свою ошибку только через несколько часов. В этот же день этот же «Бук» с номером 332 в срочном порядке, уже без одной ракеты, был замечен возвращающимся к российской границе. Из опубликованных документов голландской расследовательской группы следует, что Орион руководил военными действиями, находясь непосредственно на линии фронта, в то время как генерал Ткачев под позывным «Дельфин», его непосредственный начальник, находился вне зоны боевых действий, вероятно, на территории России. То есть выглядело это так. Некий человек под позывным «Дельфин», он же Ткачев, находится на территории России и корректирует действия человека под позывным «Орион» на территорию Украины. Непосредственно коррекция и приказы отдавались с территории России. Это важный факт, который был установлен. Субтитры создавал DimaTorzok А давайте отдавать, я не могу сейчас перемещаться, у меня сейчас будет работа. Потом начнется работа по нам. Я должен сказать, что, помните в боевом уставе, как написано, пункты управления, перемещение пунктов управления не должно быть происходить в момент, решающий моменты боя. Марка машины не должно было внести такую... Нет, нет, они сразу сказали, что мы не ждали сопровождения. Не ждали, да? Да. Мы не ждали сопровождения, мы уходим на снежной, на сегодня отбой. Вот так было сказано. Черт, я ничего сделать не могу. Давайте подожди, мы здесь... Да нет, нет, ради бога, здесь ничего, просто не замарки машин, это точно. А с нашей колонной все нормально, да? Ну вот мы и еду. Единственное, по месторасположению, знает наш товарищ или нет, или мне его ставить в курс? Вы ему подскажите, какой населенный пункт-то, потому что по телефону только не говорите. Нет, я не собираюсь... Да, это рядом с тем, куда мы обычно ездим, но не совсем туда. Лучше остановитесь и уточните с ним, куда... Да, нет, просто у него карта 83-го года. Ну, он назовет вам населенный пункт, куда надо. Ага, ну... Остановитесь, то есть уточните, да? Да, 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 пока он не назвал, но я понял, хорошо. Подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта, Москва подтверждает, видят они ее. Это колонна этих... укропов? Колонна, которая идет в сторону аэропорта, да. А как она прошла? Через Сабовку быстрее всего, сейчас дам телефон, сейчас одну секунду и перезвоню. Андрей Иванович! Алло! Николай Федорович, даю Андрею Ивановичу, а то тут пойматься невозможно связь. Сейчас даю, даю, одну секунду. Давай. Все, даю. Да, Николай Федорович. Так, колонна подтвердилась. Это откуда колонна может быть? Я не знаю, откуда она идет. Запада, что ли? Да что-то с запада идет. Запада. Полтора километра, блядь, с аэродрома. От аэродрома? Да. А от аэродрома не может быть полтора километра, потому что... Там населенный пункт, там позиции. Понял, пока очень. Наверное... Не знаю. Сейчас как, что-то будем пытаться, у нас связи до сих пор нет, к сожалению. Алло. Да, да, да. Мы без связи сидим, у нас вот свет только появился. У меня телефон вообще не работает. Ни один, ни другой. Сейчас что, будем пытаться... Точнее, сейчас там поедет зам. Я думаю, информация сейчас пойдет. Группы у нас ушли. Ага. Хорошо. Ну, сойдут на араб, бить в аэропорт. Ну, что делать? Хорошо, я тебя понял. Да, ну, ничего нам другого не остается. Ага. Все, передаю трубку. Спасибо. В выложенных прослушках СБУ есть телефон Ориона. Плюс 380634119133. И этот номер действительно можно найти в открытых базах. Например, в приложении Truecora, которое по сути является объединенным телефонным справочником всех пользователей этого популярного приложения. Инсайдер и Билликет удалось обнаружить некий российский номер, обозначенный как Андрей Иванович Иванников, ГРУ. Причем подписан он был от Хаски, название одного из военных подразделений ДНР. Дальше они обнаружили, что произошел заказ в онлайн-магазине на имя Олега по адресу улица Полины Осипенко, 76. Это скрытое название главной штаб-квартиры ГРУ Хорошевского шоссе, 76. Исходя из этого имени и адреса, Биллингейт и Инсайдер нашли и сына Иванникова, который сейчас живет и работает в Швейцарии. А уже через сына, опять же через базу, находящуюся в открытом доступе, удалось найти и домашний телефон. Дальше ему позвонили и попытались с ним поговорить. Его выдал именно его нетипичный женский голос. Биллингейт удалось установить, что в российских официальных базах данных действительно значится человек по имени Олег Владимирович Иванников, родившийся 2 апреля 1967 года, проживающий в Москве и трудоустроенный в Министерстве обороны. В 80-х годах он проходил обучение в Киевском высшем военном авиационно-инженерном училище, затем переехал в Москву, где завершил образование на 6-м факультете ракетно-баллистический Московского авиационного института, после чего он вернулся в Ростов-на-Дону, где затем жил по меньшей мере до 2003 года. В 2004 году он отправился в Южную Осетию под именем Андрей Иванович Лаптев, поначалу как председатель Совета безопасности, а позже с 2006 по 2008 год уже ни много ни мало как министр обороны Южной Осетии. 1 мая 2008 года генерал-майор Лаптев был повышен до генерала-лейтенанта. Это вполне правдоподобно. Из перехваченных разговоров 2014 года мы знаем, что генерал-полковник Ткачев разговаривал с Иванниковым как с подчиненным. Ткачев обращался командным голосом и на «ты», и Иванников отвечал на «вы». Инсайдер обратился к политику Давиду Санакоеву из Южной Осетии, и тот подтвердил, что Лаптев обладает необычно высоким почти женским голосом. Фотографии сравнения лиц и в том числе голоса подтверждают, что Лаптев и Иванников – это один и тот же человек. Кроме того, источник Беллинкейт из числа участников миротворческой операции в Осетии периода 2006-2008 года признал в фотографии Иванникова человека, которого он знал как министра обороны Южной Осетии Андрея Лаптева. Любопытно, что даже занимая должность министра, Лаптев Иванников успешно избегал ситуации, когда его лицо или голос могли появиться в прессе. К примеру, даже тогда, в 2010 году, президент Южной Осетии награждал Лаптева медалью. На фото попали все участники церемонии, кроме самого Лаптева. Причина такой скрытости понятна. Многочисленные знакомые Иванникова, сослуживцы-однокурсники, немедленно узнали бы его, кто скрывается под псевдонимом Андрей Лаптев. В российской прессе сообщалось, что Лаптев после ухода с поста министра обороны Южной Осетии переехал в Москву и живет под другой фамилией, где он вскоре написал диссертацию на тему «Комплексный характер информационной войны на Кавказе. Социально-философские аспекты», которую и успешно защитил в Южном федеральном университете Ростова-на-Дону. Диссертации, имеющиеся в распоряжении инсайдер Иванников, активно цитирует ультраконсервативного конспиролога Александра Дугина и призывает противостоять информационному и культурному проникновению с Дапада на Кавказ посредством социальных групп, состоящих из высокопоставленных чиновников и представителей спецслужб. Биллинкейт получил данные, свидетельствующие о том, что в 2013 году Иванников пересекал границу Южной Осетии под своей настоящей фамилией, причем на автомобиле, зарегистрированном на ФСБ. В 2012 году Иванников упоминается уже как глава Центра «Россия-Кавказ», входящего в состав Центра евразийских исследований при малоизвестной организации с загадочным названием «Международный институт новейших государств», где за год он опубликовал более 20 статей, некоторые из них касались непосредственно Южной Осетии. Итак, Южной Осетии он занимался вплоть до 2012 года, а затем в 2014 году уже по воспоминаниям Гиркина-Стрелкова его заметили на украинской территории. Штаб с российскими полковниками и генералами в украинском приграничном городе Краснодоне существовал с середины июля, и именно там Гиркин видел Ориона. Далее установлена связь Иванникова со скандально известной группой «Вагнер», но об этом, наверное, будет отдельный разговор. Судя по разным источникам, Иванников вернулся в Россию в 2015 году перед публикацией расследования. Инсайдер попытался еще раз связаться с Иванниковым, чтобы получить официальный комментарий, однако дома его не оказалось. Его супруга сообщила, что он находится не в Москве, что связи с ним нет даже у нее, и что в ближайшие полтора месяца он будет недоступен. В какой командировке Иванников сейчас остается только догадываться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!